Если воля духовника и воля мужа не совпадает, кого должна слушаться жена? Это, как бы сказать, наверное, надо задавать вопрос каким-нибудь маститым духовникам, а я человек, изучающий Священное Писание, читающий, изучающий и рассказывающий о Священном Писании, и Священное Писание не знает такого слова. Священное Писание не знает, что такое духовник. Понимаете? Священное Писание, оно знает, кто такой священник, но оно не знает, кто такой духовник. И, например, скажем, в книге чисел, если я не ошибаюсь, есть такая заповедь. Вот женщина замужняя, естественно, раз такая проблематика, она решила что-то пожертвовать священнику, персонально или на храм. Вот захотела. И она пришла и пожертвовала. Муж в праве обжаловать ее жертву. Сказать, она меня не спросила. И по закону Божьему вот это самое пожертвование нужно вернуть в семью. Потому что это незаконная жертва. Она не спросила мужа. Хотя она же для священника старалась, для храма. Нет, не играет роль. А вот если она сказала, вот я дам пожертвование храму или священнику, и муж это слышал и ничего не сказал против, тогда да, она приносит и дает. Он слышал. А если она в тайком решила, то это не играет никакой роли. Замужняя женщина, смысл, в общем-то, с точки зрения Писания простой. Воля мужа является законом. И, скажем, как, ну, духовник, раз вам нравится так это слово. Духовник. Как будто нельзя жить без духовника. Какая-то Евангелие, Новый Завет, Апостол, Ветхий Завет. Он не знает такой категории людей. Духовник. Он не предполагает, что это неотъемлемая часть христианской жизни. Вот священник неотъемлемая часть. Муж неотъемлемая часть. А духовник может быть, может не быть. Вот раз вам нравится слово духовник, пусть. Так вот, хороший духовник. Настоящий духовник. То есть, человек, для которого не его собственная воля и ведение, и понимание, а воля Божья является определяющим. Он никогда не скажет жене того, чтобы пришло в разрез с волей мужа. Никогда не скажет. Даже если ее муж негодяй. Даже если ее муж пьяница и наркоман. Даже в этом ситуации подлинный духовник не будет забивать клин между волей мужа и своей собственной. Он, конечно, скажет. Ну, вот я не могу сказать, как быть в этой ситуации. Но он не будет настаивать на том, чтобы женщина в разрез волей мужа поступала. Может, какие-то компромиссные решения. Но так вот конкретно, зная, какова воля мужа, он никогда не будет идти наперекор этой воле. Потому что, ну, хотя просто потому, что что создал Бог, человек да не разрушает. Если женщина, хотя же, хочет жить с этим мужчиной, нельзя забивать между ними клин разногласия в воле. Если она не хочет жить с этим мужчиной, по слову апостола Павла из первого послания Коринфянам, это другое дело. Но если она хочет и хочет сохранять брак, то кто ж посмеет-то сказать, поставить свою волю выше воли Божьей и воли мужа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.